Друзья, всем привет, с вами Яков, и я вас приветствую на своем канале. Сегодняшний ролик посвящается игре Diablo 2, и здесь мы будем рассматривать паладина. Паладин, который будет наносить урон с помощью огня, а также физический урон. Огненный урон он будет наносить с помощью ауры Святой Огонь. Также нанесение огненного урона нам будет помогать ауру осуждения, снимая от сопротивление к огню у противника. Ну а разгонять этот огненный урон в то же время и наносить физический урон мы будем с помощью умения рвения, или ЗИЛ. Билд этот довольно-таки интересный, также он в принципе и не слабый, и если вам нравятся паладины, я вам предлагаю посмотреть данный гайд. Так что если хоть как-то я этим превью вас заинтересовал, то располагайтесь подобнее, а мы с вами рассмотрим билд и экипировку. Ну что ж, давайте приступим. Используем рунословное оружие под названием Рука Правосудия. Это оружие будет поднимать нашу скорость атаки на 33%, на 20% будет снижаться сопротивление к огню у врага, хилить себя будем в размере 7% здоровья за удар, также будем осоплять и замораживать цель. На 20% будет повышаться вероятность нанести смертельный удар, также будем игнорировать защиту цели. Когда этот меч будет у нас в руках, мы будем находиться под действием ауры 16 уровня Священный Огонь. Кроме того, если мы погибнем, то со 100% вероятностью мы призовем умение Метеор 48 уровня. В качестве брони мы используем рунословную броню под названием Дракон. Примерив на себя эту броню, мы будем находиться под действием ауры Священный Огонь 14 уровня постоянно. Мы получим плюс 5 единиц ко всем характеристикам, на 5% вырастет наш запас маны, а также сопротивление к молнии. При нанесении удара с 12% вероятностью мы будем призывать Гидр 15 уровня, а при получении удара с 20% вероятностью мы будем использовать умение 18 уровня Яд. Кроме того, в зависимости от уровня прокачки нашего персонажа, мы будем увеличивать свою силу. В качестве щита мы тоже используем рунословный щит под названием Дракон. Можно сказать, для удвоения эффекта от брони. Амулет мы используем Гнев Верховного Лорда. Этот амулет нам добавляет плюс 1 единицу ко всем навыкам, плюс 20% скорости атаки, поднимает наш сопротивление к молнии на 35%, а также в зависимости от нашего уровня персонажа будет нам добавляться вероятность нанести смертельный удар. Перчатки из сета Послушник. И называются они Возложение Рук. Они нам нужны для того, чтобы поднять нашу скорость атаки на 20%, добавить на сопротивление к 1 50%, а также поднимать урон по демонам на 350%. Кроме того, с 10% вероятностью мы можем произнести заклинание третьего уровня Священная Стрела. Если при этом попадем по противнику. На один палец мы надеваем Обручальное Кольцо Булкатеса. Для того, чтобы добавить себе плюс 1 единицу ко всем навыкам. В зависимости от уровня нашего персонажа определенное количество единиц к здоровью. Ну а также мы себя будем хилить в размере 5% здоровья за удар. На второй палец мы надеваем Кольцо Лютый Холод. Это колечко не даст нам замерзнуть. Будет поглощать 20% урона, который нам будет наносить с помощью стихии холода. На 250 единиц вырастет наш уровень атаки. Но также добавится плюс 20 единиц к ловкости и 40 мани. Теперь что касается нашей сменки. То там конечно же желательно иметь такое родно словное оружие как Call to Arms. Это можно перевести как призыв к оружию. И это оружие нам нужно для того, чтобы получить плюс 1 ко всем навыкам. А также заручиться двумя криками Варвара 6 уровня. Это конечно же если вам повезет. Это боевое командование и боевые приказы. Вот это все, что нам надо от этого оружия. Во вторую руку мы берем Щит Спирит, он же Дух. Чисто для того, чтобы получить плюс 2 ко всем навыкам. На пояс мы надеваем ремень верданга. Для того, чтобы повысить на 10% скорость восстановления после удара. Добавить себе 40 единиц к живучести. А также снизить входящий урон на 15%. На ноги мы надеваем сапоги кровавого всадника. Для того, чтобы увеличить скорость нашего бега, а также ходьбы на 30%. На 15% увеличить вероятность нанести сокрушающий удар, а также смертельный удар. А также поднимется на 10% вероятность нанести кровоточащий удар. На голову мы надеваем корону веков. А от нее мы получаем плюс 1 единицу ко всем навыкам. Плюс 30 единиц ко всем сопротивлениям. Получаемый урон снижается на 15%. Скорость восстановления после удара поднимается на 30%. А в два сокета, которые имеются в данной короне, мы вставляем самоцветы. Которые повышают на определенный процент урона от нашей стихии. И на такой же процент снимается сопротивление к этой стихии у врага. В своем инвентаре желательно иметь Hellfire Torch. Или же факел адского пламени. Для того, чтобы получить плюс 3 к навыкам нашего персонажа. И если вам повезет, следующий показатель. Плюс 20 ко всем характеристикам. А также плюс 20 ко всем сопротивлениям. И в идеале, конечно же, было бы неплохо иметь такой артефакт, как Anihilus. Для того, чтобы получить плюс 1 ко всем навыкам. А также в случае удачи, плюс 20 ко всем характеристикам. И плюс 20 ко всем сопротивлениям. Кроме того, на 10% мы больше будем получать опыта. Кроме этого, было бы неплохо иметь в своем инвентаре крупногабаритные талисманы. Которые будут добавлять плюс 1 очко к вашим основным атакующим навыкам. Нашего наемника мы нанимаем во втором городе на уровне сложности Nightmare. И атрибут, который нас интересует, это Offensive. Для того, чтобы с помощью ауры, которая потом появится у нашего мерка, мы могли поднимать свой физический урон. В качестве оружия у нашего наемника мы будем использовать рунословное оружие Гордость. Конечно же, его лучше изготавливать из эфирной болванки, для того, чтобы увеличить урон нашего мерка непосредственно. А еще, что самое главное, когда это оружие будет одето на наши наемники, как наш наемник, так и мы, будем находиться под действием ауры концентрации 20 уровня. Что увеличить наш урон, а также урон нашего наемника. А у нашего наемника мы одеваем следующие предметы. На голову одеваем Вампир Гейз, или же Взор Вампира. Для того, чтобы наш наемник получал на 20% меньше урона, а также немного хилил себя. В размере 8% здоровья за удар. Но в качестве брони мы используем Левиафан. Для того, чтобы снизить получаемый урон наемникам на 25%. Ну и для того, чтобы поднять стойкость нашего наемника, я предлагаю в его броню инкустировать руну ум. Так как руна ум добавит 15 единиц ко всем сопротивлениям. Ну что ж, а теперь давайте настроим наш билл, и начнем, как всегда, с характеристик. Силу мы качаем чисто для того, чтобы на себя надеять наши предметы. И у нас у меня получилось 53 единицы. Ловкость мы поднимаем чисто для того, чтобы увеличить свою вероятность блока по действию умения щит небес. Чтобы этот шанс блока получился 75%. И в итоге ловкость составляет у меня 92 единицы. Энергию я не качаю, а все остальные очки я вкачал в мою живучесть. И она у меня получилась 435 единиц. Итоговая мана 120 единиц, а здоровье 1530 единиц. Теперь давайте обратимся к нашей книге навыков, и первая закладочка, которую мы откроем, это атакующая аура. Здесь мы до максимального 20 уровня качаем ауру осуждения. И эта аура будет помогать снимать защиту у противника, так же как и сопротивление ко всем стихиям. Далее переходим в закладку боевые навыки. Наш урон мы будем разгонять с помощью умения зил или же рвения. Его мы качаем до максимального 20 уровня. Так же рвение вступает в синергию с таким умением как жертва. И урон будет увеличиваться на 12% за уровень. И само собой жертву мы тоже качаем до максимального 20 уровня. Далее здесь же мы качаем умение щит небес. Он нам будет помогать увеличивать защиту, а так же увеличивать шанс блока. Щит небес получает энергию от ауры вызов. И с помощью ауры мы будем увеличивать свою защиту на 15% за уровень. Эта аура находится в рубрике защитной ауры и туда мы давайте перейдем. Сюда, как видите, я вкачал свои последние очки навыков. И она у меня получилась 16 уровня. Ну вот в принципе и все. На этом моменте с настройкой былда мы заканчиваем. Ну а теперь давайте посмотрим какой у нас получился билд и открываем характеристики. Сила получается 174 единицы. Ловкость 162 единицы, живучесть 525 единиц, а энергия 65 единиц. Сопроцеление ко всем стихиям на максимальном уровне составляет 75 единиц, а к молнии 85 единиц. Мана 296 единиц, а здоровье 2207 единиц. Вероятность блока составляет 46%. А когда мы используем умение щит небес, вероятность блока поднимается до 75%. Открываем книгу навыков и атакующие ауры. Здесь у нас аура осуждения получилась 35 уровня. Да, и переходим к боевым навыкам. А тут наше умение рвения и щит небес получилось 27 уровня. Ну а теперь давайте посмотрим какой у нас в итоге получился паладин. То есть мы имеем плюс 7 единиц ко всем навыкам, а также дополнительно 8 единиц к атакующим аурам. Наша скорость атаки поднимается на 73%, а это значит, что мы имеем максимальную скорость атаки. Скорость восстановления после ударов поднимается на 70%, а это значит мы берем пятый брейк. Мы будем получать на 30% меньше урона, нас нельзя заморозить. В то же время мы будем замораживать противников, ослеплять их, а также игнорировать защиту. Урон по демонам будет увеличиваться на 350%. Также будет сниматься 30% сопротивления к огню противника. И на 10% будет увеличиться урон от огня по противникам. Вероятность нанести смертельный удар поднимется на 70%. Крошащий удар и вероятность поднимется на 15%, а кровоточащий удар на 10%. Хилить себя будем в размере 15% здоровья за удар. Ну а сопротивление ко всем стихиям поднимется на 185 единиц. Вот такой у нас в итоге получается паладин. А теперь давайте рассмотрим наши действия. То есть когда мы переходим на какую-то локасу, мы переключаемся на наше вторичное оружие. Ну и прожимаем наши два крика варвара. Для того чтобы добавить себе 1 очко навыка, а также поднять запас здоровья и маны. Затем переключаемся на наше основное оружие и прожимаем умение щит небес. Для увеличения вероятности блока до 75%. А дальше приступаем к действиям. Передвигаться мы можем с помощью наших ног, то есть бегом. Но это как-никак медленно, поэтому я предлагаю использовать умение чардж. Ну или же рывок. И под действием данного умения мы будем перемещаться в несколько раз быстрее. Как только видим какую-то группу противников, то быстренько переключаемся с умения рывок на ауру осуждения. Ну и начинаем их уничтожать умением рвения или зил. Аура осуждения у нас довольно-таки высокого уровня. И она очень хорошо будет снимать защиту из сопротивления ко всем стихиям у противника. То есть она будет давать такой жесткий дебаф. Плюс мы еще будем снимать у противника сопротивления к огню на 30%. И практически у никого этого сопротивления к огню не будет. И единственное, что нам остается, это нашим градом ударов этих противников уничтожать. Что в принципе мы будем очень хорошо делать. Также нам мерк будет бафать хорошо наш урон. С помощью своей основной ауры, а также ауры с помощью оружия прайд. Защита у нас на довольно-таки хорошем уровне. Также у нас вероятность блока 75%. А это уже хорошо и мы практически не пробиваемы. Если вдруг нашу броню и защиту будут пробивать, то мы себя в принципе быстренько будем выхиливать. Так как хил у нас какой-никакой 12%, а это тоже немало. Очень хорошо мы будем сражаться с демонами. Которыми кстати являются и боссы. Кроме обычных бафов и дебафов, у нас еще имеется аффикс, который лечит урон по демонам на целых 350%, а это очень-очень немало. Поэтому тоже укладывать их лицом в землю мы будем довольно-таки быстро. Ну вот как-то так друзья, как-то так. Все, что хотел сказать по поводу данного паладина вам, я наверное сообщил. И с этими двумя аурами он себя ведет довольно-таки отлично. Одна бафает ему урон от огня, а вторая снимается по целению к огню у противников. И в дуэте эти два ауры очень хорошо работают с таким умением, как рвение. Игра с таким паладином становится довольно-таки приятно. Что вы думаете об этом геймплее, а также об этом билде, пишите конечно в комментарии под видео. Если он вам понравился и вы его хотите опробовать в синглплеере, прежде чем печатать на батлнете, то сохраненный герой будет в моей группе ВКонтакте. Ссылка на группу как и на героя будет находиться в описании под роликом. Так что переходите, качайте, играйте в удовольствие. А я же на этом моменте ролик буду заканчивать. Спасибо друзья за просмотр. Я надеюсь он вам понравился и был информативен. Мне же остается попрощаться и пожелать удачи нефалемы. Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал на ютубе, вступайте в группу ВКонтакте. Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма, с вами был Яков, пока.